Шахматы много столетий считались уделом мужчин. Пока уникальная шахматистка Юдит Болгар не доказала, что женщины способны переиграть мужчин. Она чует мат за 20 ходов. Так говорят о Юдит. Уверен, это же можно сказать и о 8-летней чемпионке Европы среди школьников по шахматам. Олесе Власовой! Она у нас в студии. Встречайте Олесу. Меня зовут Олеса Власова. Мне 8 лет. Я в шахматах лучшая в России и в Европе. Вся моя жизнь состоит из турниров, кубков и медалей. Этот мой самый важный кубок. И этот тоже. Они оба чемпионат Европы. Олесе достаточно много и упорно занимает. Ей было 5 лет. Она спокойно 3 часа выдерживала. В 6 лет уже 4 часа шахматами занимает. Сейчас может заниматься с 10 утра до 9 вечера. Паркировочка. А мы центр захватим. А-а-а. Я проиграл. Сдаюсь. Когда бывают перерывы между шахматами, я очень люблю кататься на судях. Я на них успокаиваюсь, отдыхаю и набираюсь сил перед новым турниром. Самая моя заветная мечта – стать чемпионкой мира по шахматам. А еще я хочу стать парикмахером или продавцом в магазине сладостей. Расскажи мне, пожалуйста, ты шахматы в каком возрасте увидела впервые? Я впервые увидела в 3 года. Но я сначала играла в них как, ну, белое королевство и черное королевство. Не по правилам. Я до сих пор так играю в шахматы? И ничего, ты знаешь? 4 года. Да, там у нас был рядом развивающий центр. Так. И там был один добрый тренер по шахматам. Он рассказывал, как ходят фигуры. И мы решили… Ну, добрый тренер всегда рассказывает, как ходят фигуры, а злой молчит. Так, и он тебе рассказал, как ходят фигуры, и ты начала играть. Да. Когда ты впервые обыграла взрослого человека, ты помнишь? По-моему, в 5 или 6 лет. В 5-6 лет. А взрослому было сколько? Ну, лет 27. Лет 27. Он-то думал, что я такая маленькая. Вот, он сначала на меня так с повезением посмотрел. А ты не помнишь, за сколько примерно ходов-то случилось? Ходов за 20. А у тебя самая длинная партия сколько длилась? 4,40. 4 часа 40 минут. Тяжело было тебе, да? Нет. Особенно после того, как я выиграла эту партию. Ты выиграла ее? Да. Ой, умница. Молодец. Какой ты разрыв? Я женский кандидат в мастера. Кандидат в мастера спорта. Ты готова к испытанию? Да. Олеся, тебе предстоит сыграть две шахматных партии вслепую. Ты будешь стоять спиной к экрану. Я буду произносить координаты фигур. Ход белых, ход черных. Да. Держи каждую партию в голове и поставь мат. В первой партии на шестом ходу. Во второй на двенадцатом. Готова? Да. Начинаем испытание для Олеси Власовой. Раньше никогда не пробовала играть вслепую. Никогда ничего подобного даже не делала. Итак, первая партия. Олеся, полная концентрация. Да. Начинаем игру. Белые. Е2, Е4. Черные. С7, С6. Белые. Б1, С3. Конь. СБ1, С3. Черные. Д7, Д5. Белые. Ж1, Ф3. Чёрные. Д5, Е4. Белые. С3, Е4. Чёрные. В8, Д7. У тебя картинка складывается в голове? Всё запоминаешь? Да. Белые. Д1, Е2. Чёрные. Ж7, Ж6. Итак, Олеся, тебе нужно сейчас поставить мат. Мы слушаем. Белые ходят, конь, Д6, мат. И брать нельзя коня, потому что найдёт связка на короля от ферзя. А теперь поворачивайся и проверяем. Конь пошёл, Д6. И... Мат. Мат. Невероятно. Невероятно. Я включила Олеся. Человек вполне может играть как компьютер. Уже не говоря о том, что Олеся держала всё это в голове, но теперь задание будет ещё сложнее. Итак, ты готова? Да. Поехали. Первый ход. Белые. Е2, Е4. Чёрные. Е7, Е5. Белые. Ф2, Ф4. Чёрные. Е5, Ф4. Белые. Ж1, Ф3. Чёрные. Ж7, Ж5. Белые. Ф1, С4. Чёрные. Ж5, Ж4. Ты успеваешь, Олесь? Да. Белые. Белые. Б1, С3. Чёрные. Ж4, Ф3. Далее, внимание. Белые совершают короткую рокировку. Х1, Ф1, Е1, Ж1. Чёрные. Ф3, Ж2. Белые. Ф1, Ф4. Чёрные. Ф7, Ф6. Белые. Белые. Д1, Х5. Ты держишь в голове партию? Да. Чёрные. Е8, Е7. Белые. Х5, Ф7. Чёрные. Е7, Д6. Ты до сих пор держишь партию в голове? Она мне очень понравилась. Прям как экстрасенс какой-то. Белые. Е4, Е5. Чёрные. Д6, Е5. Белые. Ф4, Е4. И чёрные. Е5, Д6. Мне играть в голове очень легко. Ну, потому что я тоже представляю так же, как я на доску смотрю. Олеся, у тебя в голове картина создалась? Скажи мне, пожалуйста, можно ли здесь поставить мат? Да. Белые ходят, ферзь, Д5, мат. Поворачивайся. Ферзь ходит, Д5. Да. Мат. И это... АПЛОДИСМЕНТЫ Это невероятно. Как ты в голове эти партии держишь? Спокойно. Спокойно. АПЛОДИСМЕНТЫ Потрясающая девочка Олеся. Вот наш тебе поклон. АПЛОДИСМЕНТЫ Поставил ли Олеся мат в хиолетовой команде? Об этом скажет наш гроссмейстер Василий Андреевич. Вам слово. Ну, Олеся, потрясающее впечатление. А могу тебе задать вопрос? Как много, как часто тебе приходится заниматься? Ну, я каждый день занимаюсь от трех до восьми часов. Фантастически. Здорово. Я только могу присоединиться с посвященным отзывом. На самом деле у психологов есть такая теория о том, что для того, чтобы довести до совершенства какое-то свое свойство, нужно потратить 10 тысяч часов. Мне кажется, что будущий чемпион и победитель всех возможных компьютеров перед нами, не за горами. Я тебя поздравляю и поздравляю с победой. Олеся, ты заслуживаешь подсказки, пожалуйста. Наразовался теперь, если его сравнивать с шахтными фигурами, он похож на короля. Вручает с удовольствием. Будущая чемпионка мира Олеся Власова.